Добрый день, меня зовут Владимир Васильевич, очень приятно. Все просто, мы едем, во время поиски вы отвечаете на вопросы, если в конце поиски ответить на все вопросы правильно, поиска для вас бесплатно, будешь даром. Вы читаете вопрос, вы читаете четыре варианта ответа, вы нажимаете, можно так удерживать рукой, да, то есть и вы же дыкаете, хорошо? Желаю вам удачи, начали. У кого из следующих представителей более двух глаз? Варианты? Паук, жираф, саламандра и циклоп, паук. А вот циклопа сколько? Паук. Все это вы знаете, честно, это был правильный ответ, идем дальше. Оно все автоматически делается. С какой кухонной утвердью обычно сравнивать неопытного водителя? Ну-ка, с кем вы меня сравните? Молочник, першлаг, чайник, кофейник, чайник. Придерживайтесь, что сейчас, я хочу. Напомню, у вас есть четыре подсказки. Во-первых, вы можете брать два неправильных ответа. Во-вторых, спонсор сегодняшней поездки — это автосервис тачки. Да, да, да. Я почему-то все время хочу автотачки сказать. А я понимаю, что это автосервис тачки, который находится в Павле Селенинградской, 91 курс. В случае вашей победы они оплатят мне эту поездку, они вам подскажут. Также коллектив компании Телемикс может вам сделать подсказку. И звону к другу. Четыре подсказки. Поэтому они у вас есть. Пользуйтесь. Следующий вопрос. Кое из перечисленных животных носит сумку на животе? Каза, кенгуру, зебра и белка. Кенгуру. Ну откуда вы, Клай? Ох. Вот в школе учили, да? Следующий вопрос. Как еще называют фильмы со смешным сюжетом? Комедия, драма, триллер или анекдот? Как еще называют? Вообще-то комедия, наверное, тогда анекдот. Потому что драма... Подождите, это же фильм. Это, подождите. Как еще называют фильм? Анекдот же это не фильм? И? Да, то есть фильм же не анекдот, они называют. То есть анекдот это маленькая часть. Наши комедия. Наши комедия. Ну я вам ничего не подсказывал. Потому что я же не знаю правильный ответ. Следующий вопрос, идем дальше. На флаге какой из этих стран нет красного цвета? На флаге какой из этих стран нет красного цвета? Россия, Дания, Греция, Япония. Так, Россия есть, Япония есть? Осталось два, Дания и Греция. Но у нас подсказки есть, помните. Мы можем в автосервис тачки предыскивать этот вопрос. И? Вот это и выслать мне было. Будут. Поверьте, будут. Хорошо, мы можем брать два неправильных ответа. А вы можете также и проиграть сейчас, если не воспользуетесь подсказкой. Мне кажется, почему-то Греция. А если уберем два неправильных? И останется Греция и Дания, да? Это вот это, да? Давайте я вот вам помогу. Ха-ха-ха, я так и стал, что оставили. Это было очевидно. Да, да, да. Ну, да. Так, у нас еще три подсказки. Ну, пускай... Ну, выбирайте, проиграйте, так проиграйте, зато хоть поулбались. Это был правильный ответ. Повезло. Идем дальше. Вроде чего делали прививку героям гуметия Кавказская пленница. О, помните этот большой шприц? Туберкулез, желтуха, ящур и гриб. Мне вообще не нравится. О, смотрите, это про фильм вопрос, да? То есть, у нас две подсказки есть, которые можно интеллектуально задать. Так, пока еще раз переодрили. Мы можем вопрос задать нашу спонсору поездки. Это СТО автотачки, автоцентр автотачки или коллективу компании Телемикс. Они и там, и там умные. Итак, передаем тачкам вопрос. Они уверенно говорят, что это был я, черт. Вы вправе принять этот вариант ответа. Удрое решение. Потому что правильные ответы, что нужно сказать. Спасибо. Кому? Компании. 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 Тачки. Все, идем дальше. Следующий вопрос. По чьей просьбе был создан бесцветный вариант напитка Кока-Кола? То позже. Так. Варианты? Так. Черчилля. 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 Ничего страшного. Ничего страшного. Жукова, Сталина, Елизаветы II. По чьей просьбе был создан бесцветный вариант напитка Кока-Кола? Черчилля, Жукова, Сталина, Елизавета II. Не точно. У меня звонят. Вот даже я знаю ответ на этот вопрос. А знаете, почему я знаю? Потому что я что-то историю Кока-Кола смотрел. Там был. Такая часа почему-то Жукова. Не знаю. Либо первая, либо вторая. Ну, Жуков, знаете кто? Ну, вам кажется, что он. А Черчилль? Вообще. Тоже не знаете. Да, он там же. Ну, так даже, когда Жуков, поверьте мне. Ну, давайте воспользуемся подсказкой. Сейчас все потрачут. Да, но мы уже почти приехали. Что делать? Проигрывать. Достойно проигрывать. Итак. А, ну, удача. Это был действительно правильный ответ. Да, 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 да. Он обратился с запросом, чтобы сделали бесцветно. Ну, чтобы типа не повторять их нею. Так, идем дальше. Следующий вопрос. Как называется британский рыцарский ордер? Ну, этот вопрос вы без подсказок. Орден бани, орден сауны, орден парилки, орден дефектика. Ух ты. Какие варианты ответа. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Ух ты вообще без понятия. Подсказки. Звонок другу? Или компания Телемикс? Ну, то есть, я тоже как-то за компьютер. В баню не ходят. Так. Ну, наверное, да. Передрясовываем компанию Телемикс. Они спорят, делаются, дискутируют. И большая часть коллектива считает, что это вариант А. Ой, вправе. Или принять этот вариант. Или выплат свой. Принимай. Принимай. Я доверяю. Доверяю. Мудрое решение. Это был правильный ответ. Так. Мы уже почти доехали. Какой артист вел переговоры с террористами во время захвата Норд-Озму? Лев Табаков, Иосиф Кобзон, Лев Эщенко и Владимир Этуш. Серьезный вопрос. Серьезный, исторический. А мы уже приехали. Нужно отвечать. Еще там. Лев Лещенко. Угу. Угу. Так. Увы и ах. Это был Иосиф Кобзон. Но в любом случае, мы с вами приехали, получили удовольствие поездки. Да. Ну, ничего страшного. Подумаешь заплатить им в десятикратном размере за стоимость поездки, если я заплату на игру. Ну, ничего страшного. Спасибо вам большое. А я поехал искать следующего пациента. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok